Республики Татарстан 100 лет. Как она рождалась? Царское самодержавие сверкнуто. К власти пришли последователи большевистской идеологии. В условиях больших ожиданий, хаоса и противоречий рождалось новое государство. Начало 20 века для татар – время бурного расцвета национальной и общественной жизни. Татарская культура переживала золотой век. В Казани пишут стихи Тукай. В Петербурге Садри Максуди участвует в общегосударственной политике. В Оренбурге Резаедин Фахреддин ведет просветительскую деятельность. Революция 1917 года и гражданская война кардинально изменили жизнь страны. Большевики издают Декларацию прав народов России, дающую право на самоопределение. К этому времени в обществе уже несколько лет обсуждались проекты объединения татарских и башкирских земель, под названием «Штат Идель-Урал». Однако идея создания большого национально-государственного образования в центре России встретила резкое противодействие со стороны большевиков. В марте 1918 года по требованию Муланура Вахитова казанские красногвардейцы разгоняют сторонников штата Идель-Урал. Параллельно в Москве разрабатывается проект татаро-башкирской республики. Но и этому плану не суждено было сбыться. На территории современного Татарстана и Башкортостана происходили ключевые события гражданской войны. Большевики привлекли башкирских лидеров на свою сторону, предложив им создание Башкирской республики. В этих условиях татарские национальные лидеры решились на создание отдельной татарской республики. Татарские лидеры настаивали на включении в состав республики нескольких уездов Уфимской губернии с преобладанием татарского населения. Но удалось добиться включения только территории Мензелинского уезда. Ленин подписал декрет о создании автономной татарской социалистической советской республики 27 мая 1920 года. Официально о создании республики объявили 25 июня 1920 года. В этот день на улицах Казани прошли торжества. Первыми руководителями молодой республики стали Сахиб Гарей Саид Галиев и Бурхан Мансуров, а после них Кашав Мухтаров. Работа нового правительства началась в чрезвычайно сложное для республики время. В стране полыхала гражданская война, а политика военного коммунизма привела экономику к полному развалу. Летом 1921 года в Повозже разразился страшный голод. Люди забивали последнюю скотину, питались травой, древесной корой, лебедой. Были случаи каннибализма. Только за один год от голода и эпидемии в Тае СССР погибло более 300 тысяч человек. С последствиями кризиса начала 20-х годов удалось справиться только спустя 5-7 лет. В 20-е годы в Тае СССР на руководящие посты активно выдвигаются национальные кадры, татарский язык внедряется в государственное дело производства, оживилась культурная и научная жизнь, открывается татарский драматический театр, татарская ассоциация пролетарских писателей, академический центр, ставится первая татарская опера «Санья». Основной задачей социалистического строительства в СССР стало превращение советского государства в ведущую военно-политическую и экономическую мировую державу. В Тае СССР целые отрасли экономики создавались нуля – химическая промышленность, моторостроение, вагоностроение. В общей сложности в 1930-е годы в республике было построено 58 крупных предприятий. Среди них такие промышленные гиганты, как Казмаштрой, фабрика кинопленки «Тасма», завод синтетического каучука, кетгудный завод. В это время татарская республика из аграрного региона постепенно превращается в мощный индустриальный центр страны. На развитие индустриализации были пущены все ресурсы деревни. Индивидуальные хозяйства насильственно объединялись в колхозы. Крестьян вынуждали продавать сельхозпродукцию государству за гроши. К середине 30-х годов свыше 20 тысяч крепких крестьянских хозяйств было разорено. Тысячи людей получили статус кулака, лишились всех прав и имущества. По темпам коллективизации в марте 1930 года республика вышла на третье место в стране. 20-30-е годы – время формирования новой социалистической культуры республики. Основным ее методом стал соцреализм. Актуальными темами в искусстве становятся пропаганда советского образа жизни, трудовые и воинские подвиги. Татарский литературный язык избавляется от арабских заимствований. Появляется целая плеяда талантливых деятелей культуры и искусства. В 20-30-е годы большевики провели реформы в области национальных языков. Татарскую письменность в 1927 году перевели с арабской на латинскую графику, а в 1939-м с латинской на кириллическую. В результате был утерян огромный многовековой пласт письменной культуры. В середине 20-х годов началось тотальное наступление на религию. Закрываются мечети и церкви, преследуются священнослужители, происходит слом традиционных ценностей. На всю Казань действовали одна мечеть и две церкви. В 30-е годы по всей стране начинается волна политических репрессий. Обвинения были самые разные. Антисоветская деятельность, сотрудничество с иностранными разведками, терроризм, национализм, саботаж. Так драматурга Карима Тинчурина обвинили в шпионаже в пользу Японии, а Хадзи Атласи – в пользу Турции, выступавших за повышение государственного статуса республики. Наиболее громким был процесс по делу Султана Галиева. Всего политическим репрессиям с 1918 по 1952 годы подверглось около 55 тысяч человек, из которых погибло 14 тысяч. В период Великой Отечественной войны в ТАССР были сформированы семь стрелковых дивизий и целый ряд отдельных воинских подразделений. 700 тысяч жителей республики призваны на фронт. Республика стала важнейшей тыловой базой страны. Снабжала фронт военной техникой, боеприпасами и продовольствием. Более 200 тысяч татарстанцев награждены орденами и медалями. 225 удостоены золотой звезды Героя Советского Союза. 50 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. На всю страну стали известны имена героев-татарстанцев. В послевоенные десятилетия ТАССР переживает бурный рост экономики, связанный с развитием тяжелой и нефтедобывающей промышленности. Еще во время войны на территории республики находят крупные залежи нефти. Татарская АССР превратилась в один из крупнейших нефтедобывающих регионов страны. В середине 60-х годов по выпуску валовой продукции ТАССР заняла первое место среди автономных республик Советского Союза. В начале 70-х годов лишь пять стран мира – США, Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и Ирак – добывали нефти больше, чем татарская АССР. Развитие нефтяной отрасли способствовало появлению в республике новых производств, связанных с ее переработкой. Были построены крупнейшие заводы страны – Нижнекамск нефтехим, Казань-Оргсинтез, Нижнекамск-Шина. Республика стала крупным центром нефтехимической промышленности с полным циклом производства. Масштабная научно-исследовательская деятельность в республике обеспечивала появление инновационной промышленности мирового уровня. Так, в 1955 году совершил полет самолет Ту-104, производившийся на Казанском авиационном заводе, и несколько лет остававшийся единственным в мире реактивным лайнером. В 1969 году создается гигант советского автопрома – Камский автомобильный завод. Основной поток автоперевозок в СССР осуществляется на КамАЗах. Эти автомобили экспортировались в десятки стран мира. К началу 80-х – Тай СССР – крупный научно-образовательный центр страны, опережавший по своему потенциалу ряд союзных республик СССР. Казань стала крупным студенческим и научным городом. С наступлением хрущевской оттепели оживилась культурная жизнь республики. Открывается театр оперы и балета, театральное училище, казанская студия кинохроники, музей изобразительных искусств. Реабилитируются известные татарские писатели и поэты. На эстраде блистают Ильхам Шакиров и Альфия Авзалова, в драматургии Марсель Сальмжанов и Туфан Минулин. В середине 80-х все отчетливее проявляется кризис в идеологии, экономике, национальной и кадровой политике. С началом перестройки и проведения политики гласности в Татарстане стал широко обсуждаться вопрос о повышении статуса автономной республики до союзной. На многочисленных митингах, прошедших в Казани и других городах республики, обсуждались вопросы экономической и политической самостоятельности. После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР по стране прокатился парад суверенитетов. Татарская республика 30 августа 1990 года приняла свою декларацию о государственном суверенитете. Способствовала этому и политика, проводимая президентом России Борисом Ельцином. 12 июня 1991 года у республики появился первый президент. На выборах за кандидатуру Ментимира Шаймиева проголосовало 74% избирателей. 6 ноября 1992 года Верховный Совет Татарстана принял Конституцию Республики Татарстан, которая подвела итог перехода ТАССР к современному государственному устройству республики. В 2010 году на пост президента Татарстана был избран Рустам Мениханов. Сегодня Татарстан является регионом-лидером России во многих областях жизни. Крупным промышленным, аграрным, научно-образовательным и культурным центром страны. Здесь активно развивается туризм и спорт. Растут города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин